Приветствую вас на первом циничном канале и сегодня я хотел бы обратиться к начинающим предпринимателям или даже к кандидатам в предприниматели, те кто хочет попробовать себя на этом поприще. Много раз в разных сюжетах я говорил, что нужно уходить от наемного труда, я говорил, что нужно уходить в творчество. Сначала может быть во фриланс, потом в творчество, потом в монетизированное творчество. Может быть кто-то воспринял это как возможность уйти в предпринимательство. Почему бы не заняться фрилансом в статусе предпринимателя? Сам на себя работаешь. Да, есть определенные неудобства, но тем не менее, сам на себя работаешь, сам себе там график составляешь и так далее. Так вот, к вам и хотел бы обратиться к тем, кто либо будет, либо может быть даже кого-то предостеречь, а если кто-то все-таки решит предпринимательской деятельностью заняться, то предостеречь от некоторых ошибок. Я вам сейчас озвучу совет, который давал всем генеральным директорам в фирмах, в которых работал главным бухгалтером. Что за совет? Да, почему он возник? Смотрю сейчас вот в новостях, Путин в очередной раз обратился, но он не к народу обратился, он заседание провел, по-моему, правительством и, соответственно, ну некоторые инициативы высказал, ну как бы для малого бизнеса. Так, в числе прочего, там очень интересный момент, я думаю, Путин, что ли, первый циничный смотрит. Так, предоставить компаниям малого и среднего бизнеса прямую безвозмездную помощь по 12-100 рублей на сотрудника. Единственное условие получения помощи — сохранение не менее 90% штата. Я давно еще сказал, что почему пособия по безработице дают, когда человек уже потерял работу. Вот эта вот поддержка в период кризиса, только дождавшись, когда человек потерял. Не проще ли дать работодателю деньги на выплату работы, чтобы за человеком сохранялось рабочее место. Ну, вот такая инициатива озвучена. Так вот, друзья, что еще? Ну, соответственно, раз что-то сбывается из того, что я говорил, не то, что сбывается, но мысль эта где-то летает, я не говорил, что Путин это сделает, я говорил, что это было бы разумно. Так вот, тогда повангую еще немножечко. Что может получиться в ближайшее время, от чего нужно предостеречься? Смотрите, дело в том, что история циклична. Если вы посмотрите, что такое НЭП, новая экономическая политика 22 года, то так вкратце, если не вдаваясь в подробности, когда большевики пришли к власти, они, в принципе, готовы были платить любую цену за то, чтобы сохранить себя у власти, за то, чтобы не упустить власть. Это ибрестский мир, когда Россия фактически проиграла проигравшей стороне. То есть, Германия проиграла Антанте, в конечном счете, блоку, в котором была Россия, а Россия проиграла и выплачивала контрибуцию проигравшей стороне. И более того, выплачивала огромную контрибуцию золотом. И во многом этим золотом, именно на это золото, была отстроена немецкая армия уже периода Второй мировой войны. То есть, Россия хорошенько золотом снабжала Германию. За это получила интервенцию, за предательство, по сути, выход из Антанты. Короче говоря, они готовы были платить любую цену. Это и голод на Поволжье, когда хлеб отсылали в Штаты по бросовой цене. И главное, чтобы оружие было на что покупать. То есть, продавали хлеб по бросовой цене, у себя допустили голод, но лишь бы покупать оружие для ведения гражданской войны. Экономика была развалена колоссально, голод, все. В общем-то, власть уже зашаталась. С одной стороны, победа, с другой стороны, любая интервенция власти нет. Потому что не на что дальше уже дурака валять. И вот здесь возникает НЭП после военного коммунизма. Новая экономическая политика. То есть, немножечко отпускается кислород предпринимателям. Если раньше считалось, что должна быть продразверстка на селе, то есть, выгребать все, не оставляя на семена, то есть, люди с голоду помирали, ну и ладно, как говорится, ничего страшного. Зато хлеб, как говорится, выгребли, который можно продать на Запад и, соответственно, купить оружие на эти деньги. Если раньше отмена денег, это часть политики военного коммунизма, запрет любого предпринимательства, то сейчас вот эти вот классово враждебные там сволочные элементы вдруг дают им кислород. Для чего? Чтобы они немножечко поддержали экономику. Потому что иначе бы большевиков вышибли просто. Вышибли бы другие государства. Потому что белая миграция продолжает агитацию на Западе, что давайте ударим и большевиков вышибем с территории России. Вот, от этой заразы красно избавимся. Поэтому дают поднять экономику, дают врагам. Тем людям, которых потом же в ГУЛАГе изгноят. То есть, вы наработаете, а то нам ГУЛАГ не на что строить. Вы давайте сейчас немножечко экономику поднимите, и мы вас всех расстреляем и закопаем. В принципе, ничего страшного, но вот чуть-чуть поработайте. Вот, а то нам стрелять вас, патронов нету, условно говоря. Так вот, друзья, сейчас, как вы видите, экономика падает. Это и срыв сделки по нефти, это просадка рубля, курс рубля просел. Это и фактически уже месяц стоячей экономики. Все. То есть, сейчас это еще не очень ощущается. Потому что, смотрите, что значит стоит экономика, что значит нет деятельности. Нет деятельности, нет прибыли. Первые удары начнутся в период, когда сроки платежей наступят по налогам. Вот когда идут платежи по налогу на прибыль, по НДС и так далее, основные налоги, вот тогда и будут удары для экономики. Сейчас пока предприниматели сидят и, ну вот когда они должны будут платить налоги, вот тогда уже это почувствует бюджет. Потому что кто-то банкротится, кто-то просто не заплатит. Недополучение, недопоступление в бюджет будут именно в срок уплаты налогов. Ну, считайте, что по итогам, сейчас у нас что идет? Апрель, второй квартал. По итогам второго квартала там сроки платежей только июнь-июль по этим налогам. Понятно, что у кого-то помесячно, но все-таки так вот в среднем. То есть это еще, мы сейчас даже не чувствуем, не чувствует экономика российская, последствий вот от этого простой экономики, от этого простое хозяйство, я бы сказал, деятельности. Вот, она почувствует, несомненно. И вот здесь перед властью, перед российской, может оказаться, ну, вот такой же, такая же проблема, ну, аналогичная, не такая же, похожая проблема, которая оказалась перед большевиками. Где взять денег? Хотя бы на что-то. Так вот, и сейчас могут действительно быть какие-то льготы предпринимателям, лишь бы вы залезли в это дело. Потом вас будут доить, потом вы не соскочите. Потому что здесь с предпринимательством борются. Кто предпринимательской деятельностью занимается, вы же сами понимаете, ну, что вас давят откровенно. Налоги, кредиты, тот бюрократический барьер, который есть, огромное количество проверяющих, санкционирующих и иже с ними, там, органов, подорганов и так далее. Вы же понимаете, что в целом к вам относятся как к врагам. Вот как бы вы оценили отношение к себе, к вашей деятельности? Ну, дружеское это отношение или нет? Со стороны контролирующих органов, правоохранительных, налоговой, то же самое. Сами подумайте, я ничего не утверждаю. Сами подумайте, к вам дружественно относятся или враждебно? И если вы все-таки придете к мнению, что враждебно, с чего вдруг сейчас начнут к вам дружественно относиться? Просто вам могут немножечко дать кислороду, чтобы вы вошли туда. Потом все то же самое, что с политикой, новой экономической политикой. Поэтому, друзья, вам совет. Тем, кто сейчас подумывает войти в предпринимательство, я бы не советовал это делать вообще. Потому что рынок сейчас на нуле. Вкладывать хоть что-то, куда-то инвестировать очень глупо. А без инвестиций вы, в принципе, ничего не поднимете. Тем, кто уже в предпринимательстве и еще не обанкротился, я, собственно, даю тот совет, который давал всем директорам, где главбухом работал. Никакого склада, никакого затоваренного склада. Это, во-первых, никаких крупных основных средств. Там средства производства, станки, площади, что угодно. Не дай бог собственность. Никаких помещений в собственности. То есть только аренда. Причем с небольшой предоплатой. Склад не затоваренный. Никаких крупных сумм на счетах. Что у вас счет заморозили, вы не знаете, как деньги снять. У вас деньги желательно порционно на счета должны поступать. То есть, не знаю, если у вас есть миллион, то у вас деньги всегда в обороте. У вас 100 тысяч поступило, ушло. Следующий 100 тысяч поступило, ушло и так далее. То есть, это уже вы смотрите свою специфику. Но у вас никогда лям не должен валяться на счете. Ну, это я так условно говорю, там лям, не лям, неважно. У вас не должно быть то, что можно арестовать. Имущество какое-то, транспорт, помещение. Ну, основные средства, короче говоря. То есть, у вас желательно все в таком виде, что просто вот, пшик и бросил. Раньше это было проще. Да, там на номинала переписывали, на так называемого. Это было проще. Сейчас, понятно, есть солидарная ответственность и так далее. Но учтите, что сейчас речь не про налогу и правонарушение. Не про то, что там не платить налоги, потом бросить фирму, как это раньше делалось, и с концами. Там однодневку какую-то, однодневку переписать или на номинала сумасшедшего. В буквальном смысле, искали людей там на учете в ПНД, которые стоят, и на них там сотнями фирмы эти переписывали. Нет, сейчас, может быть, такое и не прокатит. Дело не в этом. Дело в том, что, скажем так, в незаконных действиях, то есть, когда у вас будет склад простаивать, вам просто счет блокируют. Никто не сказал, что вы что-то совершили. Налоговая подозревает. Но это не значит, что что-то есть. Вам блокируют счеты, вы не можете ничего толком сделать. У вас товар стоит, у вас тухнет, протухает и так далее. Короче говоря, когда вам можно просто заблокировать все. Понятно, что вы там в дальнейшем сможете судиться, доказывать, но у вас продукция пропала, у вас производственный процесс пропал. Поэтому у вас должен быть бизнес построен таким образом, что вот просто сегодня стоп. Вы ничего не теряете. Стоп, так стоп. Давай судиться, давай. Все, вы готовы там доказывать, дальше судиться, но сам стоп вам никакого урона не нанес дополнительного. У вас никаких вложений долгосрочных не пропало. Дальше у вас нету, что арестовать и так далее. Короче говоря, не создавайте никакой реальный бизнес. Если вы не знаете, как себя поставить в бизнесе, там, в услугах, например, где нету ничего, никаких основных средств. Вы снимаете помещение дешевенькое, у вас там одна девочка сидит на клавиатуре, набивает и договариваются там услуги какие-то, и вы с фрилансерами договариваетесь. То есть у вас вообще ничего нету. Вот если вы так не можете поставить, то и не нужно. Потому что вы станете очень в рискованном положении сейчас. Предприниматель, как мне кажется, по моему субъективному убеждению, в России он как давился, так и давится. Как он при большевиках давился, так он давился, потом это кустарь называлось уже в позднем совке, так он и давится сейчас. Потому что баран должен идти работать по найму. Вот, а у кого по найму? Ну, предприниматели же нужны, чтобы они нанимали. Ну и ладно, мы их все равно давить будем. Предприниматель как давился, так и давится. И поэтому не надо сейчас распускать слюни на вот эти вот какие-нибудь поблажки, которые могут быть, какие-нибудь беспроцентные кредиты, которые потом все равно отдавать придется. И вы не соскочите с этого беспроцентного кредита. Какие-нибудь там, не знаю, льготы. Какие-нибудь льготы для тех, кто 80 процентов этого кредита вложит в основные средства, например, или же там, ну, в склад. Ну, нет, склад нет от продукции. В основные средства или в определенные основные средства. То есть, когда вам будут давать с возвратом, с возвратом, друзья, и с вас не слезут, пока вы не вернете, но давать на определенные цели. То есть, вам деньги, которые вам будут давать, они будут даже не стопроцентно ликвидны для вас. То есть, мы тебе даем деньги, ну, как материнский капитал. Но можешь взять это, это, еще вот это, и все. А возвращать ты нам потом будешь, как будто бы ты взял деньги в полной мере и мог взять что угодно. То есть, возвращать ты нам будешь 100 процентов ликвидные деньги. А давать мы тебе их будем всего лишь на три цели. Ну, вот. Не распускайте, вот, блин, не раскатывайте губу. Ну, халявы государство вам не даст. Никакой халявы. Более того, никакой руки помощи, я думаю, что вам тоже не дадут. Это мое субъективное мнение. Это мнение, которое сформировалось по опыту многих лет работы и в налоговой, и в бизнесе. Хоть и, ну, как главным бухгалтером. То есть, я видел основу всего этого. Никто вас вытаскивать не будет. Загонят, да, топить будут, вытаскивать не будут. Поэтому подумайте. И уж тем более, друзья, вот, на этом закончу. Уж тем более не вздумайте свои бабки вкладывать в это дело. Какие-то инвестиции, которые, ну, я не знаю, каким сумасшедшим нужно быть. Сейчас делать инвестиции в бизнесе, в реальном, в России. Отобью через три года. Отбили голову. Вот если вы так сейчас считаете, что можно что-то инвестировать, сейчас как бы отрачусь. Через три года отобью. Вы уже отбили свою собственную голову. Вам ее лечить нужно. То есть, вот, в такой меняющейся обстановке, но при этом неизменной в отношении к предпринимателям, если у вас такие мысли есть, друзья, лечитесь. Вот. Вот теперь, пожалуй, все. Потому что, действительно, не хочу, чтобы кто-то из моих размышлений о том, что нужно уходить с наемного труда, влип вот в такое дерьмо. В творчество уходить нужно. С наемного труда уходить нужно. Но вот так вот подставляться не надо. Продолжение следует... Продолжение следует...